У них всё получилось! Музыка будет, и будет приветствие! Здравствуйте! Так, хорошо мы пропиарили предыдущую команду, ну всякое бывает. Ну а теперь я... Санкт-Петербург! Ну а пожалуй тут построим атомную электростанцию! Батюшка! Батюшка! Не вели коснеть! Не вели словом молвить! А что такое атомная станция? Был я, Сашка, как-то в Голландии. Накурились мы там! Красные! И привиделась мне атомная станция! А почему быть ей здесь, иначе голову сблечь? Хорошо! 80 лет назад. Совнарком. Товарищи! Товарищи! Атомная станция, по которой говорил Пётр Пеевый, должна быть построенным. Это дело ахиважное и ахинужное, товарищи! Владимир Ильич! Владимир Ильич! Не вели в ЧК идти! Скажи мне, пожалуйста, как товарищ товарищ? А что такое атомная станция? Был я, товарищ, в ЦУИХе! Так вот, приезжали ко мне меньшевики из Голландии. И привезли травы всякой. Так вот, считаю, что дело очень нужное для всей мировой эволюции, товарищи. 50 лет назад, времена Хрущева. Хрущева, попробуй! Николай Джонсон! А домой петь будем строить! Петь! Под небом голубых шпёт наукоград, Ему сегодня пятьдесят огни его горят. Здесь так, словно укращённый лев, Вегимер, лечащий от очей. Юбилей, ведь это просто повод, Всем гостям на лице петь по пятьдесят. Слушай, приказ, с сегодняшнего дня всё будет по пятьдесят. Вот, например, водки сколько градусов? Я полагаю, сорок. Сорок? С сегодняшнего дня будет пятьдесят. Отлично! Так, сколько в Обнинске олимпийских чемпионов? Пока один. Один? Кто? Хаджебеков. Хаджебеков, иди сюда! Чёрт! Так, делай, что хочешь, но в следующий год в сборной по стрельбе должно быть пятьдесят хаджебековых. Саша, я бумагу, Саша! Подожди, я ещё не сказал. Легко. Десять пробных пятьдесят зачётных девчонок и результат не доставит себя долго ждать. А он? А он? Он отстраняется от дела плохого. Легко! Так, Ваня, сколько у нас депутатов в городе? Тридцать! Тридцать! Нормально, а в мэрии сколько нарон работает? Я полагаю человек сто пятьдесят. А теперь будет ровно по пятьдесят. А, то есть три по пятьдесят? Да, три по пятьдесят. Хорошо! Выступает сводный хор администрации Обнинска! Ничего на свете лучше нету, Чем отбирить деньги без бюджета. Ямы, гуи, раки и пороги Вот такие в Огненске дороги. Вот такие в Огненске дороги. Ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай 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 Ла-лай Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е! Валера! Что? Мы ж тебя просили не выходить. Да, вот, развязался я, ё-моё. Ну, я думаю, что мы продолжаем. Ах так, ребята, пошёл я как-то на охоту с голыми руками. И я на поляну выхожу, большая поляна, ей-богу, кругом леса, речка. Ёшкин кот! Значит, беру голые руки по полянке. Раскидал, раскидал везде. На дерево залез, рыбовичок достал. И сижу, жду медведя. Валера, стоп! Стоп, ночь, подожди, подожди, не выходи. Валера, 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 богиня! Привет. Я даю тебе сумочку, новую купила под платье. А зачем тебе под платьем сумочку? Так, по статистике, по статистике, каждая женщина в Обнинске в году покупает 50 пар колготок. А мужчины только одни. И так что... Вы слышали, Малевича, ограбили пираты. И пейли, если чёрных, то как красные квадраты. Рекламные агенты тут не растерялись и со своими яйцами начали нарисовать. Яйца работают при любой погоде. Яйца это связь, разноёмная в народе. Положи побольше, условных единиц. Получишь подарок, десяток милиц. И вот они появятся, рождай. Яйца это не лорёшки. Доставай скорее ложки. Если яйца по-другой, МТС всегда с тобой. В зоне действия сети Нашим яйцам по пути. Яйца мировой прогресс. Это яйца МТС. Сколько в зале, много лиц. Столько будет лиц. Это стоит, как о мне. Удивительная реклама. Яйца. Это пилорама. Яйца. Горный электросвет. Яйца. Вот наш чёрт ответ. Дорогие друзья, радостная новость от Калужского пивзавода. Специально к скелёту выпущено новое пиво. С новыми этикетками. Сам козел. И за козела ответишь. Ребята. Тихо. Тихо. Сейчас может моя реклама. Продаю таблетки от кашля. БУ. Мне не помогли. Валера, стоп. Мы помилиться ещё. Милиция. Кстати, на въезде на поляну обнаружены ДПСники Робин Гуды. Они отнимают деньги у богатых пьяных водителей и отдают их на водку бедным. Иногда 50 минут могут изменить. О, да, я. Что случилось в 4 часа утра? Всё. Я вернулся. Так что собирай бумажки свои, выключай плитер, компьютер, факс. Теперь я президент. Борис Николаевич, понимаете, я не могу. Я же президент. Нет, теперь я. Всё. Машины ждёт. В Питер. В Питер. Сворачивай косынку. Постров своих тут понавешал. 6400. Подъезды ждёт. Знаете что, Борис Николаевич? Это уже хулигаса. Всё, я вызываю охрану. Ау, Алан. Повёлся. Повёлся. Это была передача розыгрыша её новой ведущей, Борис Ельцин. Политика никогда не была сильной стороны Обнинска. Зато всегда были певцы. Ведь Дима Милан из Обнинска. А может быть отправить 50 певцов на финал Евровидения? Да не надо никаких 50 певцов. Вы знаете, дело в том, что наша команда подмесила одну странную особенность. Вот смотрите. Группа премьер-министр. Выступление на Евровидении, их было четверо. Десятое место. Кто не поедет, мы займём там первое место. Вань, не знаю, как на Евровидении, а вот на слёт-то нас, стариков, возьмут. А возьмут ли? Да возьмут. Есть. Тихо, телефон. Я не знаю. Алло. Владимир Владимирович. Путин. Тихо, Путин. Ты наливай, я подойду. Алло. Что? Что? Не сможете приехать к вам на юбилей города? Не можете, да? А, по тритерам рыбачите? Ну ладно. Хорошо. А может в следующий раз? Хорошо? Тогда мы пересмотрим и уточним дату и год рождения нашего города. Приезжайте. Мы будем ждать вас. Наши приветствия длилось. Ровно пять минут и пятьдесят секунд. Пять минут по положению, а пятьдесят секунд городу. Пятьдесят. Эй, слёт. Струна звенит. Наши липы в Тори Теха, белой полоской самолёт летит. Это праздник нам в город приедет. Эй, друг! А! Пятьдесят! С юбилеем, любимый город! Неудачи, история, прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова